Книга «Открытый окон», том 22, тема интернет, вопрос 3456. «Какие вопросы вам задают по интернету на вашем сайте?» – отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. «Много неумных о крещении детей, о расцвеку мы, о суевериях. На такие не отвечаю, их не вытащишь». Задающие так ничего и не поняли, читая наши книги «Кто я и что говорю?» Вот только 7 вопросов. Вопрос 1. «Моя кума вступила в секту Свети Лиеговы. Остается ли она мне кумой и нужно ли ограничить ее общение с детьми?» Ответ. Спросите ее, признает ли она себя крестной и может ли воспитывать в православии ребенка. Ясно, что она низверглась в пропасть. Так, кого же она может учить и чему? Не просто ограничить связь еретички с ребенком, а необходимо совершенно ее больше к ребенку не допускать. Иеговисты страшны, даже не христианская секта. С еговисткой нужно работать, обращать ее на путь спасения. А для этого самому нужно хорошо знать Библию, толкование Библии, особенно Нового Завета. Иезекииль 33.11 «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам дом Израиля?» Иакова 5.20 Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вопрос 2. Спорт – это грех? Мне сказали, что в спорте дух борьбы, а это гордыня, следовательно грех. Так ли это? Ответ. Так и есть. Но если для себя, то спорт, физическая работа полезны для тела. 1 Тимофеев 4.8 «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Вопрос 3. «Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хотелось бы узнать ваше мнение о детских прививках». Ответ. «Я против всех прививок, если нет повальной болезни, холеры или чумы. Сколько случаев описывают, когда прививали, в самом болезни ребенок становился инвалидом или умирал, зараженный заразной болезнью. Если болезнь пришла, нужно плакать, довериться Богу. Плач». 1.12 «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Вопрос 4. «Скажите, пожалуйста, под чьим амофором на сей день находится ваша община и почему?» Ответ. «Как была, так и остается по амофорам РПЦЗР. Остальное из нашего прошения в Синод можете узнать». Вопрос 5. «Каково ваше отношение к РИПЦР, Российской истинно-Православной Церкви и почему?» Ответ. «Отношение к Русской истинно-Православной Церкви самое доброжелательное, если бы их отношение к нам было таким же. Мы признаем их законность и благодатность, но лично еще ни с кем из них не встречались. Их решение – восстановить иерархию за рубежом и быть с ними, как две сестры и самое правильное, так и должно быть согласно Слову Божию». Вопрос 6. «В чем заключается ересь адвентизма?» Я думаю, что тут просто разные взгляды на мир. Ответ. «Они не имеют законного священства, а значит нет у них и спасительных таинств, без которых никому не дано надеяться на спасение. Они отрицают бессмертную душу в человеке, вечные мучения и многое другое. Они иеретики, чье учение основано на лжепророчествах о кончине света, о чем ныне они тщательно замалчивают». 2 Тимофея 2.17. «И слово их как рак будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают некоторых веру». Вопрос 7. Уважаемый Игнатий Тихонович, в мае месяце должно состояться объединение Русской Православной Церкви и Московской Патриархии с зарубежной. Если это произойдет, то будет ли ваш приход подчиняться епископу Максиму, и каковы будут ваши действия в случае каких-то его негативных решений? И должен ли будет ваш приход платить какие-то подати? «А если они будут непосильным, читайте наше прошение в Синод РФЦЗ. К епископу Максиму мы никогда не пойдем, и платить ему ничего не будем, а будем молиться за его обращение к вере евангельской». Ничто не забыто, Давид замолчал, и снова напомнил сынку Соломону, и сморщился, будто во рту алыча, без зуба рожевывал корку лимона. Склонился наследник, и шепчет Давид, и лада на дым отходную приблизил. Обиды врагов он поставил на вид, забыв на минуту про собственный кризис. Так видится мне, а как было, не знаю. Он слышит слова оскорбителей в прошлом, так долго терпел, вспоминался слезами, и вспомнил до самой малюсенькой крошки. Семей кровопийцев его поносил, Сауловым домом грозил принародно, простить же в конце, не хватает мне сил, седины его обогрятся, пусть кровью. Прикинул к себе, прилепил скороспело, сумею обидчиков точность простить, меня палачи притянули к расстрелу, успеть к примирению построить мосты. Давиду не чужд был закон мусульманский, кровная месть не в архиве, в ходу, и лишь христиане, свидетели Пасхи, врагам все простили, разрушив рядут. Бывают моменты, сожмешь кулаки, семейство Семеева вширь рослось. Давид бы подобных разнес на клочки, припомнил бы маршалу прошлую злость. Ничто не забыто, хочу прошептать, в предсмертной агонии крестик сжимая, врагов перевел благодетелей штат, они мне на пользу, их тень обнимаю. Благословение да будет с врагами, не уменится, пустим, что я претерпел награду, да будет все то, где ругали, корабль не потоплен от сотни торпед. 9 мая 2007 года Игнатий Лапкин